Вязание любого изделия мы начинаем с составления схемы вязания, выкройки, либо порядного описания. Неважно, что мы будем делать, но в любом случае сначала провязывается образец. Образец нужен не только для расчета, но и для того, чтобы подобрать нужную плотность, удобную для пряжи и для конкретного изделия. Юбка должна быть поплотнее, джемпер может быть немножко посвободнее, порыхлее. Поэтому подобрали оптимальный вариант разбора игл. Для данного изделия у меня лапша 2х2 через одну петлю и шестая плотность на машинке Селиврит 840. Вижу из Элизе Ланголд 800, шестая плотность, двухфантурная вязальная машина. Сделала небольшой образец, посмотрела, как я хочу, чтобы эта юбка на мне сидела. Это тоже очень важно, потому что когда мы берем резиночку, можно связать юбку, чтобы она плотно сидела, а можно, чтобы она трещала на нас. Это все расчетный образец. Смотрите, как вы хотите, чтобы в итоге ваша юбка сидела на самом широком месте. Самое широкое место, как правило, это бедра или живот у кого что. Смотрите, как вы хотите расположить полотно. Исходя из этого, выбираем количество петель на данный вязальный образец. Ну и, соответственно, количество рядов. У меня юбка представляет из себя 100 сантиметров по петлям и 80 сантиметров по рядам. Исходя из петельной пробы, которую я получила, у меня выходит 250 петель и 340 рядов. Если 340 рядов вопросов не вызывает, то 250 петель я никак не прохожу, поэтому 250 делю пополам. Получается 125, для того, чтобы чуть-чуть посвободнее, 130 петель делаем. И два полотна одинаковых провязываем. Получается одно полотно, 342. Конечно, было бы удобнее в одну машину войти, но нет так нет. Будем сшивать. Кроме того, что я провязываю полотно, наверху планочка, само собой, для резинки. Мне нужна резинка, чтобы держать на бедрах юбку. Я сделаю небольшой разрез, потому что юбка очень длинная. В ней все-таки должно быть комфортно ходить, не только стоять. Разрез на 100 рядах. 100 рядов провязываю на полном ластике. Несколько 7 петель выполняю полным ластиком. Поскольку у меня разбор лапша, все равно идет положение иглы. Не игла напротив друг друга стоит, а игла в шахматном порядке. Поэтому, когда делаем окантовку, очень удобно использовать полный ластик. Мы все равно провязываем иглы в шахматном порядке. Итак, делаем набор петель змейка, вставляем в гребенку 2 круговых ряда и переходим на вязание общего полотна. Провязываем 340 рядов, перекидываем петли на основную игольницу, провязываем обратный подгиб. Получаем готовую деталь. Нам останется только соединить. Не забудьте, что окантовка разреза у нас выполняется с разных сторон. Разбор игол 2 через 1, лапша, по краю полный ластик, несколько игол, лапшу, заготовленную для провязывания, я просто поставила в рабочее положение все иголки, 7 и 5 игол, для того, чтобы потом просто освободить ненужные иголки и вывести на стандартное полотно. Берем рабочую нить, выполняем сдвиг игольницы на один шаг, заработок. Рабочая плотность, игольница. Для того, чтобы было легче провязать машинку, ставим иголки в переднее положение и заодно контролируем, что мы правильно выполнили сдвиг на исходное положение. Все, можно вязать счетчик на ноль. Рабочая плотность, все иглы стоят на месте, нигде ничего не мешает. Нить в нити водители. Все, можно провязывать. Обязательно посмотрите, что все провязалось, нигде ничего не слетело, не мнет, не жмет. И можно вязать 340 рядов по прямой. В процессе вязания, когда у нас полотно коснется пола, не забудьте подвернуть его и перевесить грузики. Вяжем. Закончили. И перекидываем петли с передней игольницы на основную, распределяя их по работающим иглам. То есть игла, которая у нас была в заднем положении, там и остается. Для того, чтобы планка, которую мы сейчас будем с вами провязывать для резинки, не была широкой, у нас все-таки стягивающееся полотно. И если мы делаем широкую планку для резинки, она будет выпирать. То есть вместо эффекта сборки у нас будет эффект растяжки. Поэтому оставляйте иглу в заднем положении. Они создают стяжку при провязывании кулирки. Перенесли. Заменили плечо на атомфантурное, если машина этого требует. И провязывайте двойной обратной подбойкой. Через иглу. Двойной у меня 30 рядов. Оставьте только соединить два полотна. Те, на которые мы остановились. Вот они, большие протяжки. И то, что мы связали. Надевайте протяжки. Вот. Нижней части. На иголке. Их отлично видно. Переход резинки к кулирке. И после этого достаточно просто закрыть обычной косичкой, рабочей нитью, вот эти двойные петли, надетые на иголке. Косичка самая обычная, только не стягивающая сюда, вполне подойдет. Никакой ряд мы не провязывали, просто соединяем два полотна в обратный подгиб. Продолжение следует... Продолжение следует...